Кофе у тебя! Я вас проконсультирую, возможно сделаю какой-нибудь легкий мейкап при покупке какого-нибудь средства, например. Можем с вами как-то пообщаться, возможно пофоткаться, но опять же повторюсь, это будет не фан-встреча, то бишь меня пригласили, скажем так, немножко поработать в качестве представителя марки Эли Спас. В общем, всех очень буду ждать, обязательно приходите. Ну а теперь давайте перейдем к покупкам, и первое, что я вам очень хочу показать, это тени карго. Девчонки, вы не представляете, насколько они крутые. Это действительно самые наикрутейшие тени, которые я только пробовала. Мои палетки Naked сейчас лежат и отдыхают. Палетка Inglot тоже лежит и отдыхает. Во-первых, это профессиональные тени, то бишь это карго, это косметика, которой пользуются зарубежные визажисты. На данный период именно этой косметикой делают разные макияжи, разным звездам, телеведущим. В общем, это становится мега популярной косметикой. Вы знаете, я очень рада, что я попробовала именно эту палетку теней. Вообще, у карго представлено несколько цветов таких палеток, то есть, например, для холодного цвета типа, для девушек, у которых просто очень-очень светлая кожа, чтобы не выглядела как-то очень навязчивым. То есть, это считается палетка на каждый день, но с помощью этой палетки можно делать огромное количество различных макияжей. И, кстати, опять же, еще одна очень хорошая новость, если вы захотите приобрести какую-либо косметику, например, из фирмы карго, то вы сможете воспользоваться купоном на скидку. Я ссылочку оставлю под видео обязательно. И следующее, что я вам покажу, вы просто не представляете, как долго я это хотела. Серьезно. Каждый раз, когда я заходила в магазин, этого продукта либо не было вообще, либо этот продукт был, но он был мне в тех цветах, которые мне нужны. В общем, это вот такая вот штука от Анастасии Беверли Хиллз. Насколько я помню, это представлено как помада для бровей. Вы не представляете, насколько это крутая штука. У меня это в цвете блонд. Блонд это очень редкий почему-то цвет. В основном завозят данное средство в очень темных цветах. Но, наконец-то, наконец-то сбылась моя мечта. Я приобрела в том оттенке, который мне нужен. Девчонки, на лето это просто must have. Держится просто не сотрешь. Серьезно. В жару, когда лицо потеет, когда косметика бывает течет, это средство никуда не денется. Брови просто идеально смотрятся. В общем, очень полюбился мне данный продукт. И, кстати, промокод, который будет действовать на скидку, он будет действовать и на это средство тоже. Следующее, что я купила, это были вот такие вот босоножки. Я их покупала в магазине Basconia. Девчонки, они настолько красивые. Вообще, это незапланированная покупка. Но просто, когда я зашла в магазин Basconia, я поняла, что я хочу эти босоножки, потому что они мега красивые. И вот этот коралловый цвет на камеру, он немножко не такой, но в жизни он такой очень благородный коралловый, красивый цвет. Когда я их увидела, я сказала, что без этих босоножек я из магазина просто не выйду. И мне также очень нравится сочетание вот этого кораллового цвета с таким бежево-коричневым цветом. Потрясающее сочетание. Также очень понравилось, что пряжка сделана именно золотого цвета. Такое, знаете, прям летнее красивое сочетание. Очень они мне понравились. Особенно форма каблучка очень понравилась. То есть, так он кажется широким. А если сзади смотреть, то он такой достаточно узенький. На ножки выглядит просто потрясающе. Буду с удовольствием носить. Нога смотрится в этих босоножках узенько. Такой прям очень красивый, элегантный. Буду с удовольствием носить с джинсами, с шортиками, с платьишками. В общем, совсем-совсем буду с радостью носить. Понравился мне фасон этих босоножек. И чуть не забыла сказать, что эти босоножки мега удобные. Они мега мягкие за счет того, что они сделаны полностью из натуральной кожи. Следующее, что я купила, это были тоже босоножки. Это была тоже незапланированная покупка. В общем, это вот такие босоножки. Я их покупала в магазине Бершка. Они мне очень понравились. Они нереально удобные за счет того, что... Несмотря на то, что у них высокий каблук, высокая платформа, за счет того, что впереди тоже идет высокая платформа, то есть съедается вот так вот, и получается небольшой каблучок. В них очень удобно ходить. Следующее, что я купила, это была вот такая вот кофта. У меня есть уже подобная кофточка, но она красного цвета. Я почему-то захотела взять такую кофту синего цвета. Она мне понравилась. Она хлопковая, и вообще я люблю разные кофты наподобие толстого, потому что это удобно. И в конце концов, такие кофточки можно носить не только с какими-нибудь джинсами, да, также можно одевать и с юбочками, и при правильном сочетании их можно одевать даже с классическими юбками. Просто нужно очень хорошо продумать сам образ, и будет выглядеть очень классно. В общем, я довольна этой покупкой. Следующее, что я приобрела, это была вот такая вот кофточка, туника. Но вообще, когда я заказывала изначально, я думала, что это платье. Но когда я померила, я поняла, что это будет мне точно не как платье, а как туника. Во-первых, потому что материал такой очень легкий и просвечивает. И во-вторых, потому что очень короткая. На мне, несмотря на то, что я маленького роста, я метр шестьдесят три, а то сейчас начнете спрашивать, какой у меня рост. В общем, несмотря на то, что я маленького роста, данная вещь оказалась мне очень коротенькой. Но я ни капельки не расстроилась, потому что мне понравился фасон, понравился материал, понравился рисуночек. Все понравилось. Буду носить просто как тунику с лосинами или еще как-нибудь. В общем, буду с радостью носить. Следующее, что я приобрела, это были вот такие вот шорты. В них, в принципе, ничего такого особенного нет. У них не завышенная талия, просто самые обычные шорты на лето. Но я посчитала нужным приобрести себе такие шортики, потому что они более длинные, нежели чем те, которые у меня есть на данный момент. Буду, опять же, с удовольствием их носить. Они идеально на мне сели. Просто самый обычный такой фасон шорт, в котором нет ничего такого. Скажем так, базовые шорты, которые должны быть в гардеробе, я считаю, у всех. Следующая вещь, когда я заказывала, я очень-очень ждала, потому что мне очень хотелось иметь такие штанишки. Это, в общем, такие вот штанишки. Заказывала я их с сайта Шинсайт, но на бирке написано, что это Зара. Качество такое же, как у Зары, то есть, в принципе, неплохое. Но они мне оказались немножко велики. То есть, по длине все хорошо, ножки все хорошо. Но вот где поясница, они очень сильно отклячиваются, оттопыриваются. Я думаю, отнесу, наверное, в отелье, чтобы мне их немножко ушили. И буду их носить, потому что они мне действительно очень понравились. И на лето, я думаю, это будет очень здорово, потому что они легкие, светлые, будет в них не жарко. И сами по себе очень интересные за счет данного рисунка, данного принта. Они такие, они не из завышенной талии, они на бедрах. У них есть впереди кармашки. В общем, понравились мне эти штанишки, но, к сожалению, к сожалению, немножко не подошел размер. Следующая вещь, которая ко мне пришла, я ее тоже очень-очень ждала. Эта вещь была тоже с сайта SheinSite. В общем, в эту вещь я не влезла. Ну, как не влезла? Я в нее влезла, но я не смогла застегнуть. Это были вот такие вот брючки. Они укороченные, в принципе, как и предыдущие. Забыла сказать, что предыдущие штанишки тоже укороченные. Они потрясающие, они идеально сели на мне. Попочка в них выглядит просто как конфетка. За счет того, что вот такой вот рисунок, визуально попочка становится такая прям округлая, симпатичная. Мне они очень понравились, но они на мне не застегнулись, к сожалению. Я не знаю, что делать. Возможно, буду носить их с какой-нибудь длинной кофтой, потому что, мол, он мне застегнулся только наполовину, а остальная часть не застегнулась. Но они мне действительно очень понравились, очень понравились. Если, девочки, вы видели где-нибудь такие штаны именно в магазине в Москве, пожалуйста, напишите, потому что вот этот принт мне очень подошел. Как раз мою фигуру прям очень хорошо подчеркивает. Я буду вам очень благодарна. Очень-очень-очень благодарна, если вы мне скажете, где такие продаются. Следующее, что я заказала, это была вот такая вот футболочка. Но, в принципе, в ней нет ничего такого необычного. Просто обычная белая футболочка. И спереди у нее идет кармашек. Размер мне хорошо подошел. Качество, в принципе, неплохое. Она не хлопковая, но сам по себе материал достаточно легенький. И в ней есть один минус. Она будет просвечивать ваш лифчик. Если как бы вас это не будет смущать, то присмотритесь к ней, потому что фасон такой, скажем так, базовой футболочки. Следующее, что я приобрела, это была очень красивая футболка. Вот такая вот. Во-первых, у нее очень красивый такой глубокий голубой цвет. Моя камера опять врет, не показывает правильный цвет, но она такая классическая и в то же время модная. Так как она мне понравилась очень сильно, я решила взять ее не только в голубом цвете, но я и решила взять эту футболку еще и в белом цвете, так как когда загораешь, белый цвет очень хорошо смотрится, очень красиво подчеркивает загар. Да, в принципе, белый цвет, он всегда актуален в любой сезон. Футболка точно такая же, ничем не отличается от предыдущей, только цветом. Сзади у футболки есть молния. И также очень понравился принт. Даже это не принт, а такой, как рисунок, что ли, материал, в общем, приятный сам по себе. Это не шок, но сделано а-ля под шоу. В принципе, с вещами это все. И хотела с вами поделиться. Буквально на днях меня приглашали на презентацию Фаи и подарили мне целый мешок с дезодорантами. Я когда домой приехала, показала маме, она очень долго смеялась, говорит, ну все, у нас теперь запас дезодорантов просто на целый год, а то и на два. В общем, подарили мне дезодоранты с разными запахами. Я уж не буду вам все показывать. Подарили, которые и дезодоранты в спреи, и которые вот такие вот шариковые. Тут совершенно разные запахи с магнолией, с маком, с чем-то там еще был. Какой-то дезодорант, сейчас скажу, с орхидеей. В общем, надопали еще, которые такие пшикаются. Очень приятно, действительно очень приятно. И также хочу вам рассказать про такое средство, это гель, который на лето будет идеальным, потому что он с охлаждающим эффектом. Запах очень такой приятный, то есть пахнет, как обычный гель. На самом деле ничего такого особенного, указано, что аромат яблочного мохито, но вся фишка в этом геле в том, что он с охлаждающим эффектом. То есть когда вы ходите в душ, принимаете душ, вы моетесь, собственно, этим гелем, когда вы выходите, у вас такой, знаете, прям эффект легкости на теле. Я еще им не пользовалась, но когда попользуюсь, обязательно вам расскажу. Мне кажется, что очень прикольная задумка. Следующее, что я буду вам показывать, это покупка была совершена под влиянием Ютьюба. В общем, я никогда себе не покупала китайские кисточки, но тут меня что-то переклинило, я думаю, а дай-ка я попробую, почему бы и нет. В принципе, практически все блогеры пробовали купить себе какие-нибудь китайские кисти, и о некоторых кистях очень даже хорошие отзывы. Но я подумала и решила, что дай-ка я закажу. В общем, заказала себе вот такую охарку кистей. Знаете, что я вам скажу? Во-первых, почти все кисти между собой очень похожи. Да, согласна, вот эта кисть, во-первых, она по форме и по качеству, в принципе, неплохая, но она линяет. То есть из нее выпадает огромное количество волос, но по мягкости и по всему никаких претензий больше к ней нет. Мне она понравилась. Возможно, эту кисть я оставлю. Вот что касается вот этих вот четырех кистей, я вообще не поняла. То есть вот эти вот кисточки, в принципе, одинаковые, и вот эти вот две тоже, в принципе, одинаковые. То есть я прикол совершенно не поняла, зачем класть в один набор одинаковые кисти. И их я, наверное, либо выкину, либо раздам своим подругам. Также в этом наборе шли кисточки для глаз, которые, в принципе, тоже между собой очень похожи и тоже очень сильно линяют. Я не знаю, оставлю я их или нет. Некоторые кисти можно оставить. Вот, например, как вот эту вот. Она такая, знаете, как большая кисть бочонок. Но что касается вот этих кистей, вряд ли оставлю по той простой причине, что они очень плохо набиты и очень сильно сгинаются. То есть, видите, мне кажется, они будут очень сильно забирать продукт, плохо растушевывать. И плюс ко всему эта кисть кривая. Я не знаю, видно это на камеру или нет, но, в общем, она идет вот так. Ну, что поделать? Сама виновата, сама заказала. И последняя на сегодня, это была коробочка Эдбокс. Сразу хочу вам сказать, ребят, я ее не покупала. Компания Эдбокс предложили мне прислать коробочку, чтобы я ее попробовала. Я подумала, почему бы и нет. Я никогда раньше не пробовала их коробочки заказывать, но мне стало интересно. Я смотрела раньше видео разных блогеров и решила, что да, в принципе, можно попробовать. Поэтому, так как я им обещала, что я расскажу об их коробочке видео, возможно, кому-то это будет интересно. Возможно, кто-то не знает об такой услуге, как коробочке Эдбокс, когда вы заказываете, и вам присылают несколько миниатюр, каких-нибудь средств люксовых, и также присылают некоторые полноценные средства. Прислали они мне, по-моему, это майская коробочка, майскую коробочку. Положили миниатюру геля для душа с запахом папайя лимон. Я им еще не пользовалась. В принципе, я пользовалась только одним средством из этой коробочки, и мне понравилось. Я вам сейчас это не наигранно как-то, да, рассказываю, это действительно так. Но сейчас попозже расскажу. В общем, гелем для душа еще не пользовалась, но запах мне понравился, и пока я не хочу его открывать. Если я куда-нибудь поеду путешествовать, то как раз такую миниатюрку было бы очень здорово с собой взять, обязательно возьму. Следующее, что мне положили в коробочку, это был вот такой вот лак с золотыми блестками. Никогда не видела эту фирму лака, никогда не видела в магазине, ни в интернет-магазинах, нигде не видела, не встречала, еще не пробовала пользоваться этим лаком. Фирма называется Professional Nail, в общем, как профессиональные ногти, профессиональная фирма. Когда попробую, тоже вам расскажу. Следующее, что мне положили, это был тоже лак, и тоже с блестками. Этот лак сам по себе тоже достаточно интересный, именно вот тут блестки такие золотистые, розовенькие, потом какие-то а-ля ворсинки, и также этот лак со светом. Вам это видно, не видно, не знаю, видно, да, наверное. В общем, лак такой, вы можете красить в темноте, либо же при свете, но когда включаете вот это освещение, то намного лучше, естественно, видно, как лег лак. Следующее, что мне положили, это была вот такая вот миниатюра маски для лица. Насколько я знаю, это какая-то дорогая фирма, Анна Лоттон. В общем, честно, не знаю, как правильно произносится, но, по-моему, я слышала, что это какая-то дорогая фирма. Но, опять же, попробую, расскажу, пока вам ничего не могу сказать. Следующее, что положили в коробочку Эльбокс, это было вот такое вот масло для ванны с эвкалиптом. Вот этим маслом, девочки, я пользовалась, и мне оно понравилось. Масло нужно использовать всего один колпачок, то есть масло вот так выглядит, оно цветное, то есть когда вы берете, наливаете масло в колпачок и выливаете в ванну, в ванну ваша становится зеленого цвета. Пахнет потрясающе, пахнет во всю ванну. И также указано, что это масло очень хорошо использовать, если вы болеете. У меня как раз на тот период, когда пришла мне эта коробочка Эльбокс, я достала это масло, прочитала, что его очень хорошо использовать, когда при простуде, и, в общем, когда насморк какой-то есть. У меня на тот момент как раз был насморк. Я попробовала, действительно мне помогло, потому что, насколько я знаю, это натуральное какое-то масло, очень хорошее, качественное. Могу вам порекомендовать, присмотреться, и мне было очень приятно, что именно это масло для ванны прислали полноразмерное. Также в коробочке в этой были разные пробники духов, но честно, я не люблю пробники духов. Если мне нужны духи, то я иду в магазин, сама нюхаю, выбираю, а пробники я как-то особо никогда не открываю их. Либо мамке отдаю, мамка моя любит постоянно разные пробники нюхать, тестировать, либо подругам раздаю. Еще в этой коробочке был пробник тонального крема от Guerlain. Я им тоже еще не пользовалась, но хочу попробовать его, потому что у меня было желание одно время купить этот тональный крем, но пробника у консультантов в Реви Гоши не было, и, в общем, как раз Эльбокс прислали мне пробник, так что, если мне понравится, то обязательно куплю этот тональник. И последнее, что было в этой коробочке, это были кристаллы для баны, они кристаллы удачи с маслами красного мака и конопли. В общем, это эти кристаллы для того, чтобы вы могли расслабиться. Ну, не странно, они же с коноплей. В общем, тоже еще не пользовалась, но если я очень устану, я захочу расслабиться, то я воспользуюсь этими кристаллами. Уже шуточки пошли, просто это видео я снимаю очень долго, мне кажется, оно очень долгим получится. В общем, все, это вроде бы все, о чем я хотела с вами поговорить. Не забывайте заходить ко мне в гости 4 числа в ЦУМ, к стенду Элис ФАС, я буду там вас ожидать, но, опять же, повторю, что это будет не встреча с подписчиками, то есть, вы приходите, я вам что-то рассказываю, показываю, возможно, наношу на вас какое-нибудь средство, то есть, делаю легкий такой мэкап. И, кстати, еще я буду одновременно с лаками Дебра Липман, так что приходите, там будут небольшие подарочки именно от фирмы Дебра Липман. В общем, все, девчонки-мальчишки, я надеюсь, вам понравилось это видео, всем удачи, спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok